Задача 5.129.Б Изобразить примерную дифракционную картину, возникающую при дифракции фраунгофера от решетки из трех одинаковых щелей, если отношение периода решетки к ширине щели равно трём. Дифракция фраунгофера. Случай дифракции, при которой дифракционная картина наблюдается на незначительном расстоянии от отверстия или преграды. Дифракция фраунгофера наблюдается тогда, когда число зон Френеля, F, намного меньше единицы. При этом, приходящие в точку волны являются практически плоскими. Напишем условие. Пусть Z будет период. X, ширина щели. Фи у нас является углом поворота. Да, ну да, у нас длина волны. И отсюда следует. Согласно условию, Z у нас равно 3 умножить на щелёную щели, то есть X. Главный максимум наблюдается под углами синус. Фи равно M. На лямбда, на длину волны и на период. Сюда M умножить на лямбда, вернуть на х на х. При этом M у нас равно 1, 2 и так далее. Минимум наблюдается под углами синус Фи равно M на лямбда и на х. При этом M у нас равно 1, 2, 3. Это у нас минимумы, а это максимумы. Между двумя главными максимумами наблюдается два добавочных минимума. Н минус 1 равно 2. Обозначим P на х на синус Фи, да, наверное, на лямбда, на длину волны, равно S. Это будет первая формула. Для построения графика применим общую формулу. То есть интенсивность S от S равна на M умножить на синус. Вставляем P на синус Фи, да, все это в квадрате, деленное на синус Фи. Домножаем на синус Фи, да, на лямбда, все это в квадрате. Отсюда следует, что S от S у нас равна 0, деленное на 9. Подставляем 1, то, что мы обозначили, в эту формулу. В общую получаем. Синус S в квадрате деленное S в квадрате. Нождаем на синус 9S. Домножаем на синус 3S. Все это в квадрате. Отсюда мы построим график. График надо будет увидеть. Вот, вот, вот. Терешки. И вот S. Немного вот так вот туда будет. Дальше бы это было больше. Все. Терешки. 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 Все. Продолжение следует...